всем привет блядь я до сих пор в адреналином и кстати да бар таких эмоций не дает это факт блядь как он я вот давно не катался я где-то вкатился уже вот как повернул сюда на поворот забыл как это деревня называется я вот вспомнил вот эти ощущения как я на 2009 году то видео мое смотрел там жестко лупил постоянно там на 6 в красной зоне вот сейчас сейчас немножко отдышусь всего трясет до сих пор быстро вкатываешься быстро вспоминаешь вот эти навыки надо быть аккуратнее сегодня я видите так налегке без экипировки потому что я не ехал кататься ради вас обзор сделать что ребята просили значит значит у нас сегодня на обзоре мотоцикл yamaha ysr1 2012 года выпуска это уже рестайловая версия с 2009 по 2011 года была до рестайл версия немножко изменена оптика передняя морда там накладка на глушители там ну в принципе я в обзоре это все говорил в предыдущем сейчас более такие насущные вопрос значит это 2012 год и немножко здесь изменение прошит мозг и силу да чтобы тягу увеличить в середине в середине значит зоны тахометра где-то вот в районе 7000 он еще лучше 6 до 10 он еще лучше стал тянуть чем дорестайловый версия самый приход у этих эрек идет на 10 тысяч там полный максимально крутящий момент отдает смысла этот двигатель крутить до отсечки нету на десяти тысячах он уже прет вот третья и четвертая передача станут такие атакующие на них просто можно ну вообще жестко наказывать всех вот он она более-менее такая же управляемая да на третьей в режиме а вы видели все равно в колесо иногда прыгает на четвертый уже можно смело на ручку но полностью откручивать и не забываем значит если и ну тут демпфер принципе электро гидравлический электронно управляемый даст соленоидом ну я что стану план это расскажу позже вот в принципе что здесь 998 км сантиметров двигатель четырехцилиндровый рядный поперечно расположен классическая и фон японская компоновка значит интегрирована с робкой передачи ступенчатой передняя звезда ступенчатая гробка сцепления в масляной манде по ванне поскальзывающего типа значит вот в карьере куча вот гельсов сайги от калашникова народ здесь любит пострелять значит в принципе что еще значит 2012 году начали устанавливать тему тисе с reaction control систем на левой пульте значит кнопочка я что покажу шестиуровневый режим управления двигателем так называемый и молд на правом пульте при режиме а стандарт и б принципе ну давайте что много по габаритам значит он скажем не такой большой как но скажем он такое ощущение побольше по базе чем р1 карбюраторной версии но все равно посадка креветочного очень такой сбитый сидишь ну для людей высокого роста как я до 183 187 сантиметров на дальняк сразу скажу это не вариант город для города это мотоцикл не вариант я вот просто уже извиняюсь за выражение хиревая на нем где-то в пробках владивостоке там тыркаться ныркаться все затекает ну нереально ну давайте по посадку тогда и потом продолжим вот смотрите чтобы вы имели ввиду люди такого роста как я вот ваша посадка вот мне удобно все я обхватил бак здесь в принципе такие удобные выемки но все равно коленками трутся вот здесь на папке небольшой нынешний вот ты сидишь да руки немножко согнуты чтобы не нагружать не нагружать плечи ничего ничего этот поезд ну как бы и спина видите да согнуты как бы то бишь при больших ускорениях ты полностью ложишься да вот в таком варианте можно как бы достаточно долго проехать но с нашими дорогами приходится постоянно выпрямляться потому что что ты свое рыло сюда долбишь блять дикий нахуй блять народ что-то кресты ягучие блять извиняюсь тебе значит наши дороги ну по крайней мере в моем регионе не позволяет постоянно вот так вот лупить да как на немецких автобанах там где-то в том же Владивостоке в Уссурийске на обездных здесь постоянно приходится прохватил потому что движение перевалы чтобы посмотреть что впереди то бишь сразу скажу неудобно неудобно на дальняках в городе это мотоцикл чисто для души где-то прохватить выходные желательно на трек на трек я его немножко покатал на земинке в Владивостоке не вкатил как он управляет как он тормозит трекшн контрол как работает в общем видите нога очень острый угол согнут пятая точка сразу говорю будет постоянно приставать затекать душка достаточно жесткая если хотите комфорт надо покупать там на ebay есть американские сидушки там дорогущие они там по 8000 с нашим вкусом не знаю сколько набиты гелем вот таки гелем вот так что это лично мое мнение но я думаю со мной рководы согласятся с мотоцикл в плане качества сборки как он собран по сравнению с той же хондой не знаю с тем же suzuki джиксером очень качественно собран конечно в этом плане ямаховцы не и у них не отнимать они скрупулезные каждая детальки ну вот не знаю нет след конечно даже вот когда ты его разбираешь там на вкусу не даже именно масло приходится снимать пластик собирает все четко так же под узором встает на место без всяких проблем что там очень качественно собран везде технологии алюминиевые магниевые сплавы борются с весом пилка здесь сжатая на гидролизм каябы перевернутые значит в одной настраивается отбой с другой сжатие для экономии веса чтобы они не хотели ставить эти механизмы в оба пера да они поставили один в правое другой в левое сэкономив вес да несколько там 500 грамма может быть и килограмм и тем самым добились еще лучше управляемости значит что еще вам рассказать так про него ну давайте походим вокруг него в принципе я вам попоказываю ну вот так он давайте выглядит со стороны рассветка красивая равен видишь ему не попалась такая морда злая у него вот так он выглядит вот видите да немножко добавились жаберки на 2009 году так и немножко форма заглушек выплат так выглядит его органы управления значит слева трекшн контролл свет дальний ближний поворотники сигнал звуковой здесь кикстартер режиме димаут и пуск двигателя в принципе все положение ключ заблокировать выключена включена в принципе все приборка я все по приборке рассказывал достаточно про просто легко читается зеркала очень удобно мне вот эта фишка нравится парковочный режим раз все он габариты свои немножко уменьшил по ширине регулируемые подножки тут в принципе ну в обзорах посмотрит полностью регулируемая задняя подвеска моно маятник передняя полностью регулируемая дисковые тормоза сумми тома шерсти поршневые спереди 320 диск по моему или 350 из и сзади двух поршневой не син с тормозным цилиндром не син спереди они стали экономить стали бренба машинку вот тут немножко я тюнинга поставил там уже рассказывал так принципе он полностью сток в принципе по характеристикам ну вы сами видели да значит полным режим полным трекшн контролем режим трекшн контролем режим трекшн контрол был активирован до 6 уровня вы видели что даже я его на первое не смог колесо поднять то бишь когда я стартанул с 10000 хотел показать динамику разгона до сотни до 200 он у меня видел осадил сразу трекшн контрол заморгала лампочка то бишь обороты провалились чтобы он не сделал вилле и колесо соответственно буксовало хотя сегодня тепло даже жарко я сказал 28 в принципе резина хорош хорошо прогрелась пальцы тоже это чисто чтобы вот он не дернул потом меня видели повернул когда налево ушел в главной трассе включил 3 на 3 пунктика уменьшил контроль этой системы трекшн контроля и вы видели да как он начал сразу уже дергаться в первой передаче во второй в третьей газ открываешь он в колесо встает вот что вы представляете будет если я отключу полностью трекшн контрол да я в режиме а был чтобы показать полностью потенциал двигателя на что открывается дроссельные заслонки здесь кстати электронные боевая fly by wire так называемая система значит электронно регулируется сервомотор открывается режиме они максимально быстро открывается режиме стандартам на 30 процентов по моему они медленнее реагируют и режиме бетом как 600 он себя ведет так что ботацикл достойно едет он конечно из всех четверки легендарной кавасаки honda suzuki yamaha yamaha на дрэге 400 метров по моему последний у него нет такого взрыва как у кавасаки у джипсера а вот все таки когда он до низовского фаза низов у него нету вплоть там до 3000 до 4 там не видит его надо купить но зато вот 6 10 10 тысяч такой приход ну я не знаю очень тяга такая у него локомотивная называем за счет этого коленвала cross plane да асинхронных фаз зажигания шейки шатунов на коленвале сдвинуты на 90 градусов и у него получается работают не как обычные рядники да 1 4 2 3 цилиндр у него работают они там в разнобой и звук такой своеобразный как v-образного двигателя он на любителя да некоторые он нравится некоторые тупо не берут эту эрку потому что не нравится это уже вышло 2015 года эрка и руководом чего не остается покупать ее потому что ну инженеры yamaha не отошли от своего принципа и вот эта новая технология cross plane перешла напрямиком с moto gp и как бы она себя оправдала она работает мотоцикл такой мотоцикл своеобразный вот этой философии компания yamaha инженеров философия кандо да вот можете там почитать не про нее долго рассказывать но реально я у них понимаю почему вот они так делают и грузовую линию подосилируется и хотя у них мотоциклы там допустим и сам этот r1 быстрый да там кавасаки конечно его там нахлопнет xx10r и там и bmw s30ch rr нахлопнет его да это и не важно поклонники этой марки yamaha как бы все равно остаются приверженцами своих любимых мотоциклов в том числе я и мне глубоко посрать на кавасаки на этот и что р супер чарджером как бы скажем так вот как я стал поклонником субару да и не глубоко посадки там toyota jz и там nissan rb хотя сам был не сам самоводом sky любил эти двигатели ну бару все-таки меня тоже как-то зацепило но все равно субару не даст таких ощущений как даст двухколесный конь что еще вам сказать ну по ощущениям рулится он очень легко его значит нагруженная масса даст со всеми жидкостями 206 килограмм это кстати самый тяжелый в своем ряде мотоцикл я имею ввиду из литровых спортбайков там по моему самый легкий кавасаки если не ошибаюсь самому вообще там нереальное соотношение с надувом у меня 210 лошадок в последней версии а веса 167 или 172 килограмма сухого ну то бишь нереальное соотношением удельного отдельной мощности да значит что еще рулится как салон легко вот это веса почему не знаю как мы не добились но добились мест не ощущается коробка работает отлично мягко немножко да у них она работает шумовато ну вообще все моторы yamaha работают как музыкальный инструмент да называемое ведро с грузьями но это такая специфика как бы проблемы были гидронатяжителем там и по проводке фары там немножко обзывные компании это все мелочи значит единственно наши дилеры в россии гандоны штопанные я и до сих пор их захочу и буду сахачивать кто занимается продажей официал и дилеры yamaha отказывались по гарантии менять эти гидронатяжители и брали за это баснословные деньги за сам гидронатяжитель во первых дороже нежели он был по закупочной цене допустим там мегазида плюс за работу то есть гандоны штопаны значит нормальным более-менее люди которые умеют обращаться с отверткой с ключом шестигранником и немного читает мануалы все это спокойно в гаражах меняют сами и как бы шлют нахуй всех дилеров что еще сказать и немножко корзин когда здесь конечно шумновато работает это специфика она так собрана надо живут новое когда приходит люди думали что корзина разваливается и покупали новые новая корзина приходит до нее вскрывают оригинальные yamaha упаковки вот так ее трясут она трясется вся ну и ставят то же самое то бишь просто надо как бы ну забить поставить прямоток и спокойно ездить наслаждаться ездой и все вот там конечно все откровенно какие-то уже шумы такие нереально непонятные при отпущенном сцепление да то как бы надо конечно уже там диагностику но проблем не было ни с коробкой там двигателем не системы ямаха chip control intake ямаха chip control фротал с электронным дросселем с учетка работ никаких нареканий вот отзывная компания была по гидронатяжителю в 2011 года по или 12 они ставят ставить другие гидронатяжителю я уда вижу немножко отличается от той версии которая стояла у меня на 2009 году потому что здесь стоит буковка 2 в там такого не было вот там где-то после 7000 на наборе ставят начинала цепь уже поздать не создавалось номинальное давление в нем там немножко конструктивное неправильно он был сделан главное что ямаха все это признали и как бы все это сделали по гарантии значит вот это все мои впечатления как бы ну я может быть немножко не субъективно сделаю обзор потому что я приверженец мотоциклов ямаха да уже шестой год я катаюсь начинал с первой версии карбюратором и вот стараясь как бы попробует все но не знаю на 2015 год когда-либо я пересяду может быть ну данным курсом за ситуация в стране это пока что за горами где-то далеко вот контакт нахождаемся этим мотоциклом и полностью меня устраивает про минусы я рассказал да это мотоцикл не для города не для домика при желании можно домик конечно хабаровский обратно с владивостока с остановочками с перекурами там перекусами там чай кофе без проблем но вот как-то так сесть как вот на каком-то круизере там да и и пульнуть полторы тысячи сразу да там так не получится это мотоцикл все-таки больше берегу для души для выходных покатушек где-то по серпантином по хорошим дорогам на треке это да трекшн контроль работает отлично ну где-то для себя понял что для меня третий режим это вот само то он не сильно душит мотоцикл и как бы в меру тебя сигнализирует да как авиасо проскальзывает получается ну ты почти потерял контроль но потом мотоцикл выравнивается и что ты немножко словил очка да и спокойно потом выдохнул идешь дальше я беру от хайсайдер меня спасало очень много много-много раз вот в принципе что еще сказать ну я говорю по качеству сборки ямаха ну просто на высоте да посмотреть как все сделано просто ну я не знаю она вроде смотришь на другие мотоциклы там на кавасаки на хонду вблизи новенькие тоже все красиво но вот здесь как-то все я не знаю продуманы мелочи я не говорю что там хонда сузуки там кавасаки плохо мотоцикл делать нет мотоцикл тоже хорошие все японские мотоциклы хорошие ну и махи немножко больше акцента вот на мелочи на вот по этой философии кант ну значит что тормоза здесь отличный их вполне достаточно на треке я их опробовал я гонял ну два часа на треке они ни разу не поплыли у меня они полностью ну хотя там скоростя больше небольшие там со 140 максимум я торможился но все равно интенсивная езда по треку они все равно греются 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 как бы и нормально держат говорят даже что заводские колодки очень достойно держат нагрузки температуры вот ну я когда заводские изнашиваю ставлю колодки ебэс английские на медной основе металлокерамические они как бы дольше служат и еще эффективнее работают единственное советую поменять шланги на армированном рассказывал почему что еще ну задний баллон тут 190 стоит завода тут стоит данлоп спорт макс qualifier 2 значит профиль 55 ну 17 радиус на старых эрках 50 профиля немножко пониже конечно там немножко жопко пониже но спереди там 120 как обычно на 70 резина отличная там лап нежели на дорестайлах для того там ставили данлоп d210 он очень мягким сгорал прям при интенсивные здесь и за 4000 это уже баллон 5000 бегает и в принципе не знаю до какой 5 кубами там пробега за вновь завода вот и ну как бы видно уже за подтерся национально я не так конечно первое время это не так быстро ездил так интенсивно крутил была обкатка ну все равно это спортбайк как-никак ты на нем ездишь быстро молочевки в принципе все удобно ручка настраивается по длину пальцев ну слева здесь ничего не настраивается только подтяжка тросика принципе очень удобные стоковые ручки по подножкам я сказал они настраиваются ну очень все эргономично сделано удобно все переключается что еще сказать единственное вот этот вот задник задняя лопата вот это которая держит номер подсветку номера поворотники так как-то сделано ну немножко ее от сеть не отказывается ну я пока не отказался потому что надо ставить интегрированный стоп с поворотником и тогда я можно смело выкидывать так она конечно немножко вид так огражданивает скажем так я без нее сами вот можете представить да как он зло смотрится спортбайк такая высокая высокий хвост такой массивный по звуку и по внешнему виду этот мотоцикл узнается легко со стороны и по спереди этот взгляд стрекозы да кстати в японии он драгал dragonfly кодовое название стрекоза так и называют его лопатая поэтому сам особенно 2012 год видно ночью хорошо они светятся и габаритные окне диодные уже идут и фары ну в принципе бак здесь на 18 литров резерв срабатывает по моему на 3 ну 3 с чем-то там 3.5 или 3.7 вот загорается лампочка расход значит расход у меня ну в среднем где-то литров 8 вот так 10 если вваливаешь больше вот я сейчас если видели там ставил режим моментального расхода при ускорениях когда ручка откручена по максимуму до 30 литров доходила до моментальный расход ну и потом как бы он снижался до 23 когда лупишь по прямой в полный газ ну пред можете представить да как литровый мотоцикл как пресса здесь а вернее степень сжатия 13 1 очень высокая у кого саки там по еще выше там по 14 или 13 5 что такое ну в общем из-за этого такой расход из-за этого такие характеристики по лошадиным силам здесь 182 лошадки завода крутящего момента 114 там с копейками по-моему в общем ну максимальная скорость 279 на спидометре и дальше он там ну еще у вас где-то есть 750 оборотов в запасе до течка на 6 где-то 300 он там но 5 едет как бы все жалуются что он тяжело набирает что-то там он едет 200 сумму не не знаю как у не дети поставьте со стекло высокая пригнитесь полностью для чего в баке нужен вот этот вот вылезть чтобы вы нырнули туда бородой шлема спокойно можно суда как у них некоторые лепят такую мягкую накладку от которой вот сюда лепится да так называемый этот слип грипп до чтобы держаться не скользить и сюда чтоб не коцать бак чтобы ты просто бороду положил на эту резинку и все стекло до однозначно буш буду себе менять не маховской гиттер или там zero gravity потому что это низкая шум постоянно голова болит после долгих прохватов какой бы шлем там не был шоя рай самый дорогой наворочен все равно шум идет хотя ветрозащита вот почему-то с боковых частей как-то вот видимо отбивает вот эти скулы его не так а вот именно вот со стороны шлема дал любит конечно потому что но с тюниным стеклом немножко повыше он максималку свою боже просто моментально я там эрки на синий дел замеры там что за 28 секунд 300 до 200 за 7 8 ну и до 100 там он стреляет за 3 там скопейки вот при хорошем когда-то приноровишься когда-то нормально стартуешь на нем с хороших оборотов он стреляет до 100 очень быстро ну вот в принципе и все что здесь единственных ну вот здесь под сидушкой у нас аккумулятор предохранители как обычно но есть вот небольшой такой задняя сидушка там или независимая эгоистка у вас стоит это если можно назвать бардачком но можно назвать вот у меня здесь хранится жидкость тряпочкой протирать визор ну вот написано не больше килограмма сюда можно положить потому что алюминиево-магнезиевый какой-то там сплав подрамника но не знаю как второму номеру сразу скажу здесь нереально неудобно потому что сидишь как на какой-то на сетка курица я свою жену катал там она немножко покаталась и больше не хочет на со мной кататься нереально неудобно во первых на тебя наваливается у тебя нагрузка на плечи второго номера здесь не суждено возить никогда поэтому стоит и близко вот в принципе мои ощущения мои впечатления поделился с вами там кто хочет там полив группы руся ну сам вот смотри я тебе рассказал обзора ты можешь как бы свое мнение сформировать что-то написать мне спросить если ты как бы чувак большой рослый и как я в теле то ну скажу так это чисто мотоцикл для души это не повседневный мотоцикл для выполнения каких-то там поездок на работу хотя можно в принципе если там по уссуристку недалеко там где-то это по москве там где-то пили все равно в пробках попроще да ты быстрее однозначно доезжаешь чем машина это сугубо сугубо мое мнение что мотоцикл для души и какие-то такие приятные потому что с друзьями по серпанчишкам по хорошим дорогам там на прострелы скоростные все единственное забыл сказать еще по электроэлектронно регулируемый демпферу вот видите вот он стоит здесь вот провод как ну подходит соленоид насчет зависимости от скорости и сию мозг посылает сигнал на соленоид он зажимает клапан или приоткрывает чтобы скорость прохождения масла в поршне этом в демпфере увеличила увеличила за скорость или уменьшалась соответственно он или зажимается работают ту же руль да или полегче когда вы где-то на малых сказать на малых скоростях маневрируйте в пробках ну еще сверху у него механически регулируемый роторный демпфер скот американский потому что иногда мне все таки не хватает стоково при жестких продубасах в режиме иногда у тебя прям ну руль все таки ты чувствуешь начинает расколбашивать но ни разу воблинга такого жесткого не контролируемого не было демпфер осаживал это все дело но все равно неприятный осадок и поэтому я поставил сразу скажу если вы выхватываете вот такой вот воблинг да расколбас причина может быть неправильно настроена подвеска неправильное давление в шинах и вы слишком вцепились в руль то бишь вы должны сидеть на мотоцикле полностью слившись с ним задней пятой точкой ногами обняв бак но плечевой пояс уложен у вас должен быть расслаблен никогда не зажат надо друг в него цепились как турник и едут и при ускорениях не понимает почему у них начинает расколбас вот и все в принципе не пытайтесь если вы поймали расколбас воблинг не пытайтесь его ну как-то противодействовать ему против противодействовать этим колебаниям просто немножечко расслабьте плечевой пояс мотоцикл сам выровнится немножко при отпустите газ и все в принципе как бы все они обычные лампочки двухконтактные работает дальний свет электромагнитная шторка открывается пучок выше пошел значит пятно освещением больше выключили дальний ближний до включили шторки закрылись пучок опустился как вот так работает достаточно прикольная система вот достаточно поставить хороших мощных лампочек я поставил себе цель и пень помню полностью там увеличенном офисе ну и цвет как синонки от желтизны я избавился да поставил сейчас такого лунного белого цвета четко прям под зеленые гуни стреляет там немножко с проводкой были проблемы до реставра ну не знаю я на 2009 году ездил поставил я тимошную лампочку ну да на одной фишке которая в лампочку текается немножко там подплавился контакт ну прям пластмасса немножко так подосела под это подпустилась ничего критического нет при желании как бы ну заевших электрику сечения провода поставил побольше пропаял ни в коем случае не скрутки потому что нахер все сгорит ну все так ну что там по времени мы вкладываемся в принципе так что это вот мое мнение спрашиваете вопросы вот по мему я в них достаточно глубоко разобрался первый мой проект был глубоко затюнен этот я оставил в стоке потому что даже стокового потенциала толком я нигде не могу открыть и реализовать очень мощный очень энергичный очень такой собранный надо быть аккуратнее забываем про эти пробки не игнорируем никак какая бы ни была жара до минимума гиблировки шлем перчатки под подкинки мото джинсы если это джинсы кстати на мото с кевларом желательно штаны специальные мото кожаные где уже интегрирована защита куртка черепаха там комбинизоны в зависимости по финансам значит смотрите не игнорируйте вот мой личный совет из моего опыта горького не гоняйте во-первых в городе это сто процентов будьте аккуратны когда вы даже за городом гоняете и если вы думаете как бы что за городом движение меньше трассы лучше там да но как скажет опыт звелоидов хватает везде кто-то идет на обгон посплошной кто-то идет на обгон поворотик слегка не задумывается что люди до сих пор не знают в наших крестовских краях что есть мотоциклисты что мы ездим ездим быстро реакции у людей разные я имею ввиду и про мотоциклистов и про водителей автомобилей значит авария у меня произошла ну здесь столкновение слава богу да шел я столкновение от лобового ну мотоцикл там страдал да не сильный но все вот все же постел там перья поменяли немножко там как с дерью ну меня защита спасало уже много раз чтобы не жду так что ладно не буду я затягивать обычно свои обзоры кегамотин никто что сейчас поедем домой еще раз посмотреть как он едет ну что всем спасибо пока-пока подписываем ставим лайки наконец-то не отпустил адреналин после прохватов когда вот долго не ездишь, недельку-две ты начинаешь заскучиваться идешь в гараж у тебя уже мандраж такой ты его заводишь и все опустил визор, поехал попал в другое измерение все, давайте, до встречи ну, в этом году, я не знаю будут какие-то видео, нет, если поеду на змеинку или на премьеринг, то обязательно, конечно сделаю видов своих заездов все, давайте, пока-пока